Ангиомиолипома почки сама по себе не такое уж редкое явление. Можно сказать, что если самое частое доброкачественное образование почки это киста, и они есть у большинства людей старше 40 лет, то самая распространенная доброкачественная опухоль это ангиомиолипома. В подавляющем большинстве случаев они нас не сильно интересуют, поскольку это, как правило, маленькие опухоли до 1 см, которые, кроме наблюдения с помощью ультразвука, никакого другого внимания не заслуживают. И таких опухолей мы видим много, и, как правило, чаще они встречаются у женщин. Опухоли большого размера встречаются исключительно редко. Я видел опухоли 3-5 см, но вот такую опухоль, как здесь, диаметром в наибольшем размере, вернее, 15 см, я увидел за 25 лет своей работы впервые. Качество изображения, к сожалению, не очень хорошее, потому что это достаточно худой человек, 42 лет, мужчина, и опухоль большая, то есть, конечно же, вывести ее в максимальном размере, 15 см, с помощью УЗИ, ну, крайне проблематично. Но, тем не менее, мы видим гиперэхогенное образование в верхнем полюсе почки, выше расположена печень, которая имеет очень характерный, типичный для ангиомиолипома вид. Сама по себе опухоль ангиомиолипома была впервые описана в 1900 году доктором по фамилии Гравец, и это опухоль, которая состоит преимущественно из жировой ткани, а также гладкомышечных клеток и сосудов. Вот мы видим на статическом изображении еще раз вот это гиперэхогенное образование. А вот, собственно говоря, компьютерная томография этого пациента, и нужно сказать, что жалобы у него отсутствуют. Эта опухоль была выявлена случайно, делали компьютерную томографию совсем по другому поводу, но мы вот видим прекрасно здесь вот это вот образование с максимальным размером 15 см в правой почке. Нужно сказать, что это не самые большие размеры, которые описаны в литературе. Вот я тут позаимствовал у коллег такое наблюдение. Мы видим гигантскую опухоль, да, гигантскую, 37 см. У молодой женщины, 37 лет, опухоль единственной левой почки. Вот она показана. Собственно говоря, почему нас интересует ангиомиолипома и что с ней нужно сделать? Ну, несмотря на то, что это доброкачественное образование, существует риск разрыва. Разрыва этой опухоли, поскольку она очень непрочная, и впервые это явление, разрыв опухоли с формированием обширной гематомы, было описано еще в 1856 году, и такое явление было названо синдромом Вундерлиха. Ну, по фамилии автора, который впервые это явление описал. Кто любит блистать эрудицией и любит красивые названия, вот я вам еще предлагаю такую триаду Ленка, да, доктор Ленк, который описал вот триаду симптомов при формировании такой гематомы, да, это пальпируемое образование на стороне поражения, болевой синдром, ну и, соответственно, гипоболемический шок, да, из-за острой кровопотери. На данном снимке мы с вами видим ангиограмму, мы видим ветви почечной артерии в ангиомиолипоме больших размеров, и мы понимаем, что при разрыве такой опухоли кровотечение может быть весьма и весьма массивным, с формированием обширной гематомы, иногда с разрывом фасции герота и с истечением крови в брюшную полость. Поэтому такие пациенты должны быть экстренно госпитализированы. Тактикой выбора считается селективная эмболизация, поскольку ревизия почки, открытое оперативное вмешательство, весьма вероятно может закончиться нефрактомией, но при нестабильной гемодинамике, конечно же, показана ревизия почки и возможности резекции этой опухоли. Если же мы говорим о плановой ситуации, об опухоли, которая была выявлена с помощью УЗИ, подтверждена с помощью компьютерной томографии, то здесь у нас есть выбор из, скажем так, четырех пунктов. Во-первых, это динамическое наблюдение. Во-вторых, это, как я уже сказал, селективная эмболизация с уменьшением последующих размеров ангиомиолипомы. Третий вариант – это оперативное лечение резекции почки. И четвертый вариант – это консервативная терапия с помощью препаратов-ингибиторов МТОР, ну, в частности, препарата Эверолимус, который также доказал свою высокую эффективность при лечении этого заболевания. От чего зависит выбор лечения? Ну, во-первых, конечно же, от размеров. Мы говорим о каком-либо лечении, если размер опухоли 4 см и больше. И последний вопрос – кому показано лечение и какое? Здесь должен быть индивидуальный подход, поскольку приходится учитывать многие факторы. Это и возраст, и сопутствующие заболевания, и наличие симптоматики. Скажем, поскольку известно, что при беременности риск спонтанного разрыва такой опухоли повышается, то вопрос, планирует ли женщина беременность, у которой мы нашли ангиомиолипому. Ну, опять же, возможность быстрого доступа к медицинской помощи, если человек живет в глуши и скорая приедет через несколько часов, то, конечно же, наверное, это будет лишним доводом в пользу операции либо эмболизации. Если выбирать между эмболизацией и резекцией почки, то нужно сказать, что процент осложнений примерно одинаков. Единственное, что после эмболизации, как правило, требуются повторные процедуры, повторные госпитализации чаще. То есть это метод, который требует дальнейшего наблюдения и, так сказать, коррекции лечения, скажем так. Это может быть и формирование, допустим, абсцесса с необходимостью пункции и формирование гематомы с необходимостью пункции этой гематомы. После операции, как правило, после операционной течения оно типичное и каких-то проблем уже в будущем не возникает. То есть в этом смысле оперативное лечение предпочтительнее.